Председателям пяти новых ТОСов в администрацию города вручили соответствующие документы. ТОСы появились в Калиновом озере, Васильевке, Разбитом котле, Ордынке и Барановке. Теперь в городе 72 органа территориального общественного самоуправления. Это главные помощники муниципалитета, отметил Анатолий Пахомов, связующее звено между властью и народом. ТОС бы не работал как общественность, если бы не было внимания власти. Все вопросы, которые идут от населения, которые идут от жителей района, через совет ТОС доходят и до администрации района, и до администрации города. На координационном совещании по взаимодействию с общественниками затронули тему благоустройства, реализацию проекта «Комфортная среда». Мэр рассказал, что в набережную на Мацесте, например, уже вложили 80 миллионов рублей. В планах потратить на ее обустройство еще 90 миллионов. В первую очередь этого парка набережная уже сделана. Сейчас начался второй этап. Там будет пять детских площадок, будет воркаут, бассейн, амфитеатр. То есть все, народ настолько радуется. Уже все гуляют, все отдыхают там, принимают участие в субботниках. Мэр особо подчеркнул, все решения, которые принимаются в городе, в том числе и по благоустройству, должны быть согласованы с жителями. Сочинцы должны сами решать, что им больше нужно. Например, сквер или парковка. Надо все вопросы или городские решения, они должны приниматься с учетом мнения нашего населения. Это можно делать по интернет-голосованию. Через вас, через голосование людей, получение через вас полной информации для того, что нам надо, как решить, это обязательно нужно. То есть вы поняли, да, какую мы сейчас перед вами стоим перед собой. Как можно больше общаться и все задачи обсуждать с людьми. Обсудили и тему санитарного состояния. Анатолий Пахомов призвал сочинцев активнее участвовать в субботниках. А в рамках апрельского краевого месячника в Сочи и вовсе весь предварительно собранный жителями мусор с частных дворов будет выведен силами властей. Бесплатно. Инга Габешия, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.